Мы побывали в западноалтайском заповеднике и кое-что узнали о жизни медведей на особо охраняемых территориях. Сейчас мы хотим познакомиться с животным миром западного Алтая на землях, на которых разрешена хозяйственная деятельность. Особо охраняемые территории – это важный инструмент охраны природы. В 1980 году большинством стран мира была принята всемирная стратегия охраны природы. Огромная заслуга в этом принадлежит таким международным организациям, как ООН, ЮНЕСКО, Международный союз охраны природы, Всемирный фонд дикой природы и другие. Стратегия направлена на поиск устойчивых методов управления деятельностью человека по использованию ресурсов биосферы. В настоящее время людям пользоваться природными запасами необходимо так, чтобы не лишить этой возможности будущие поколения. Заповедники являются наивысшей формой охраны природы, но человечество пока не может отказаться от хозяйственной деятельности на больших площадях. В некоторых самых богатых странах площадь особо охраняемых территорий достигает 17%, но не каждое государство может позволить себе такую роскошь. Земля необходима людям для жизни. Вокруг заповедника местные жители организовывают фермы, пасеки, зону отдыха, охотничьи хозяйства. И поэтому, чтобы понять, какие факторы влияют на популяцию медведей, зоологу Санжару Конторбаеву приходится изучать не только медведей, не только их биологию, но и собирать различные сведения из области статистики, экономики, социальной психологии. И нам тоже это интересно, потому что в нашем репортаже мы хотим сделать портрет западно-алтайской тайги как можно полнее, показать непростые взаимоотношения между людьми и дикими животными, так сказать, в объеме. Мы в буферной зоне заповедника. Эта территория находится под контролем службы охраны, но здесь разрешена хозяйственная деятельность. Современная концепция охраны природы рассматривает ближайшие зоны вокруг особо охраняемых природных территорий как место сотрудничества местного населения, администрации и науки. Сотрудники заповедника Наталья Премина и Наталья Казначеева время от времени навещают местных жителей, чьи хозяйства расположены по периметру заповедника. За чашкой чая ученые могут получить много интересной и полезной информации. У подножия Ивановского хребта неподалеку от Белой Убы расположена пасека. Владимир Иванович и Ольга Ивановна Фомины живут в этих местах уже более четверти века. За это время они не раз встречались с медведями и могут рассказать о своих косолапых соседях немало интересных историй. Последнее случилось совсем недавно. Всю ночь там продежурил, в Неве сидел. Ну, расцвело, все. Думаю, надо хоть чай попить. Сюда приехал. Ну, 10 минут. Потом, когда приезжаю, выезжаю. Вот как она, как она не шла-то. А потом, значит, там в Березнике. В Березнике там это самое. Разбитый? Разбитый. А в прошлом году пасека подверглась настоящему разгрому. Об этом даже писали газеты. Вообще, эта история длилась 4 дня. Медведи осаждали эту пасеку. 4 дня медведица и 3 уже подросшие прошлогодние медвежонка. Охотники предлагали Владимиру Ивановичу решить проблему. Но Владимир Ивановичу и Ольге Ивановичу сказали, что стрелять медведицу с 2-мя, с 3-мя медвежатами нельзя. И оборонялись своими силами. Они жгли покрышки от ГАЗ-66. И, ну, в конце концов, вынуждены были эвакуировать пасеку, то есть собрать улей и закрыть их в омшаник. Ну, и туда медведи добрались. Где я тебе покажу, где? Ну, пойдемте. Пчелы знают своего хозяина. А вот пришельцев они не любят. Ни двуногих, ни четвероногих. Поэтому лучше надеть защитную маску. Все, мы в безопасности? Ну, как бы, по-другому, да. После нападения Владимир Иванович установил на пасеке электрозабор. Средство оказалось на самом деле эффективным. До этого он перепробовал разные способы защиты пасеки от медведей, но ни один из них не дал должного результата. Владимир Иванович использовал вот этот вот манекен для отпугивания медведей. У него даже имя было, Ленка. Но вот что медведица сделала с этим манекеном. Вот это вот следы медвежьих зубов. И медвежата помогали своей матери расправляться с этим охранником. Руки и ноги оторвали. Утащили его вместе со столбом метров на сто. Ольге Ивановне есть чем поделиться с учеными. Она четверть века вела дневник природы, вела наблюдения за гидрологическим режимом реки, записывала погодные условия, сведения о животных и растениях. Она поменьше, видать, девочка, и два пацана у них. Она вот так вот, фух, фух, сидела, фыркала на собаку. На собаку. Фрыгает и фырчит. Очень интересно. Самая смелая девочка. А вы зажигали эти баллоны, да? Баллоны жгли, да, в четырех местах. Вот так вот. Машину баллоны поменял на 66-м. Много там было. Вот работники были, таскали, и все равно сжгли. А что же делать? В Западном Алтае небольшие фермерские хозяйства в тайге называют посельями. Фермеры разводят скот, сажают огороды и держат пасеки. В последнее время многие из них переключаются на экологический туризм. Евгений Воронов работал в Алматы тренером, но 30 лет назад решил круто изменить свою жизнь. Нелегко горожанину осваивать премудрости таежной жизни, но у него получилось. Рентабельность небольшой фермы удается повысить за счет туризма. Евгений Воронов любезно согласился устроить для нас конную экскурсию. Если выехать рано утром, то можно увидеть медведей, косуль или маралов. Верхние пояса гор еще завалены двухметровым снегом, а в долине уже весна. На северных склонах белков снег может пролежать все лето. Кажется, что такого большого зверя, как медведь, невозможно не заметить. Но на самом деле это не так просто. Минут 20 мы разглядывали в бинокль склоны хребта, пока наконец увидели небольшого дымчатого мишку. Молодой медведь, по-видимому, только что начал самостоятельную жизнь. Медведицы отгоняют от себя пестунов в возрасте 2,5 лет. На берегу реки у подножия хребта расположена еще одна пасека. Мы заезжаем попить чайку и заодно послушать новые истории о медведях. Василий Кузьмич держит несколько коров и около 50 ульев. По традиции, прежде чем приступать к расспросам, нужно отведать ароматного травяного чая со свежим медом. Про медведей Василий Кузьмич может рассказывать долго. Короче, я взял, закрыл, что-то, отборачиваюсь. Что-то пчелы кружатся, думаю, роятся, что ли, заразу улететь собирают. Я когда подошел, трава не видно, когда подошел, ну сколько, ну метр 8, наверное, примерно, ну 10. Пури на боку лежит. Я говорю, что за фигня. Я только что с него брал, и он под руку две рамки все-таки упер, через забор и ушел. Ну вот, выйдет отсюда, кто на поляну выскочит с медведей, с медвежащими. Если ученые изучают различные аспекты экологии и биологии медведей, то туристов в поведении медведей главным образом интересует, насколько этот зверь может быть опасен. А когда-нибудь были случаи, что медведь нападал на человека? Здесь нет. Нет, зачем? Его тогда не было в этом краю этого. Клима съел с рака-то медведь. А он этот... А он не охотился? Зачем работяга? Он шел на дой. Без оружия, да? Конечно. Рано утром неожиданно попал. А как вы думаете, в чем причина? Доля такая. Статистика говорит, что неспровоцированные нападения медведей редки, но все же случаются. Об этом не стоит забывать. В национальных парках Аляски туристам запрещено заходить в места массового скопления медведей без вооруженного рейнджера. На особо охраняемых территориях, там, где на медведей не охотятся, они теряют враждебный страх перед людьми. Первый год я сюда приехал, в 8-м году, на расцветях. Там что-то милиция эта. Мужик с женой заехал на Урале на мотоцикле, он грибы собирал на ягоду. Нету вечера, мне на утро поехали. Он ее задавил, молитву заточил. Жизнь на природе имеет несомненные плюсы. Большая часть из ныне живущих людей, в отличие от Василия Кузьмича, лишена счастливой возможности прогуляться по весеннему лесу и зачерпнуть из родника чистой воды. Но за все в этой жизни приходится платить. За удовольствие жить среди диких просторов приходится расплачиваться отказом от комфорта, ежедневным физическим трудом и скромными материальными запросами. Не каждый из нас согласится в медитативной созерцательности прожить среди полей и лесов. Что ни говори, но мы существа социальные, любим пообщаться. Есть даже такой медицинский термин – коммуникативная депривация. Люди иногда впадают в депрессию от недостатка контактов с себе подобными. Василий Кузьмич не увлекается философией, но он решил для себя важнейший вопрос 21 века, который ставили перед человечеством великие мыслители современности. Принесут ли человечеству счастье, перенаселение и экспоненциальный рост потребления? Заменят ли нам гаджеты радость живого общения с природой? У вас большой участок территории? Да вот. А это сенокос. А регистрировано вот это, что за горожанка. Здесь она как? Домовой книгой? Это под строительство, да? Ну. Если домой книга, это значит частная собственность. А, если ты хочешь построить где-то не в селе частный дом, что закон говорит? ЛПХ – личная подсобная хозяйство. По 50 соток вам дает землю два года в хозяйстве, и через два года приезжает комиссия и смотрит, если все подходит подробам, и судьба его там адреса, и в статус частного водителя. Нетронутая природа превращается в изысканную и дорогую роскошь. Если управлять ей бережно и рационально, она может приносить хорошие доходы. Что касается, что каждый житель будет водить туристов, но оно, наверное, будет неправильно. Почему? Потому что на самом деле туристов должен водить специалист. Ответственность берет за людей. Ну, вовлечь можно каждого. Мы прощаемся с гостеприимными хозяевами и продолжаем свой путь. Наша экспедиция направляется в один из самых труднодоступных уголков западного Тиньшаня – в верховье реки Черная Уба. Мы планируем посетить несколько туристических баз и охотничьих хозяйств. Придгорная степь цветет разнотравьем. Вдоль дороги прогуливается журавль-красавка. Асфальтированная дорога проходит через город горняков Риддер и вскоре заканчивается. Впереди экспедицию ждет настоящая черневая тайга. Чернью называют разновидность темнохвойной тайги, распространенной в горных районах Алтая. Пихта, лиственница и кедр с примесью осины, рябины и березы образуют густые леса, в которых всегда влажно. Летом трава здесь поднимается выше человеческого роста, а зимой выпадает по 2-3 метра снега. Здесь невозможно заниматься отгонным животноводством. Это один из самых малонаселенных регионов, и, наверное, поэтому животный мир сохранился в этой местности относительно нетронутым. Зоолог Санжар Конторбаев изучает медведей на двух мониторинговых участках в охотхозяйствах Кучиха и Черная Уба. Участки выбраны не случайно. Хозяйство находится в разных высотных поясах. Если в Кучихе снег уже почти стаял, то на гольцах Черной Убы еще случаются настоящие метели. Охотхозяйство Кучиха, площадь хозяйства 34,5 тысячи га. Медведи, по учетным данным, 50-52 медведя обитают. За время путешествия мы слышали много историй про медведей. Особое впечатление произвели рассказы охотников о большом медведе-каннибале, которого назвали Турук-Мокту. Ну, насчет медведя-каннибала, да, слышал, что такие легенды ходят. Вот, ну, три года назад сам видел, что большого медведя, именно медведь, убил и задернил его, задерненного медведя, находил убитого медведя. А небольших медведей, ну, как бы не дернят они, они тут же съедают. Санжара интересуют научные аспекты поведения медведей. А нам очень бы хотелось снять сюжет про такого легендарного хищника. По пути мы строим планы будущих съемок. Медведи ложатся в октябре, в начале ноября, в спячку. Встают, поднимаются из берлоги в начале апреля. Еще зелени нет, они голодные. Но они вообще-то расходуют за зиму треть или половина своего жира. Но до того, как появится сочная растительность, они голодные. Мы надеемся найти туру-комукту в верховьях черной убыли. И, конечно, каждый медведь старается протеином поддержать себя. Но не у каждого это получается. Во-первых, только на крупных копытных могут только крупные хищники охотиться. Маленький медведь, он не справится с лосем. А этот, если он такой большой, он, видимо, охотиться уже не может на копытных, быстро бегать. Силы у него еще достаточно, чтобы хребет переломить. Мы двигаемся вдоль черной убы. Чем выше машина забирается в горы, тем выше снеговая линия. Хотя на южных склонах снег уже частично ставил. У Санжара первая находка. Дорогу перешел медведь. Нам нужно добраться до центральной базы охотничьего хозяйства «Черная уба». Но весеннее половодие смыло мост через реку. Целое море, я не знаю, надо будет искать, где-то на аэроброд подходящий, либо что-то думать, когда доедем уже. Переправиться можно и по тросу, но все экспедиционное снаряжение на руках не перенесешь. На помощь приходит директор охотничьего хозяйства «Черная уба» Евгений Сидельников. Он присылает вездеход. Но уровень воды в реке критический даже для такой мощной техники. Что делать, если вода зальет дизель? Уровень воды огромный. Река развелась. Но мы каким-то чудом переправились. Половина кабины вот этого вездехода в воде. Страшно было? Ну, не скрою. Да, скажу прямо, было страшно. Все получилось. Мы на поселье. Здесь можно помыться в бане и денек отдохнуть в гостевых домиках. Пока они свободны, но уже через месяц забронировать номер будет непросто. Как и многие охотничьи хозяйства, «Черная уба» комбинирует охотничий туризм с экологическим. Охотничий сезон длится недолго, всего два осенних месяца. А расходы на содержание базы приходится нести круглый год. Владелец базы, Евгений Сидельников, устраивает туры для бёрдвочеров. Сейчас начинается миграция копытных. И у нас есть все шансы снять на видео косуль, моралов, а если повезет, то и медведя. Нас, конечно, интересует таинственный турук Мокту. Три года подряд наши ягеря наблюдают за медведем. Очень крупный медведь занимается каннибализмом, уничтожает мелкую особи. И много встречаем костей на этом месте, в этом распадке. От поселья до зимовья, где расположен мониторинговый участок Санжара, еще 20 километров. Добраться туда можно только на вездеходе. Все вещи и продукты уложены. Мы готовы к двухнедельной экспедиции. Мы миновали последнюю крошечную ферму. Дальше – Дикая тайга. Долина реки сжата между двумя хребтами – Тегерецким и Ивановским. В тенистых местах снежные наметы продержатся до середины лета, а на вершинах белков – круглый год. Когда Евгений последний раз спускался с верхнего кордона, у него сломался снегоход. И мужчина был вынужден оставить машину в тайге и идти дальше пешком. За месяц с техникой ничего не случилось. В этих местах чужие не ходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошло всего лишь два дня нашей экспедиции. Ну, мы уже испытали массу приключений. Вот на этом замечательном вездеходе пробирались на скрлоны Тегерецкого хребта. И вот мы уже, наконец, на самом дальнем кордоне. Здесь очень опытный егерь Виктор. Он будет наших героев сопровождать в экспедиции. А съемочная группа «Удор КЗ» будет за всем этим следить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виктор знает об этих местах все. Он много лет работал охотником-промысловиком. Заготавливал соболя. За годы, проведенные в тайге, нынешний егерь повидал всяких медведей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рано утром команда выходит на маршрут. Северные склоны приходится переходить на лыжах, а по южным нести лыжи на себе. Деревянные лыжи подбиты мехом, комусом. Направленные в одну сторону ворсинки позволяют скользить вперед и не скатываться назад. Нам нужно форсировать несколько небольших речушек. Обычно их можно перейти вброд. Но сейчас уровень воды слишком высок. Может быть, выше по течению удастся найти ствол дерева, поваленный через реку? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и выход. Зимой здесь сошла лавина. Река пробила в толще снега туннель, и получился отличный мост. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и первый след. Здесь совсем недавно прошел небольшой медведь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мерили след медведя в урочище Лачиха. Шириной пальмарной мозоли 10 сантиметров. Два с половиной, три года. И уже одиночка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда на южных склонах солнце растапливает снег и появляется свежая трава, сюда спешат медведи со всей округи. В этот период молодым медведям нужно быть особенно осторожным. Большой медведь сейчас голоден и не прочь поправить свой жировой баланс свежими протеинами. Из укрытия мы наблюдаем в подзорную трубу, как молодой медведь панически убегает от какого-то неизвестного врага, притаившегося на вершине хребта. Может, там прячется убийца? Хотя в отношении медведей мы не вправе употреблять термины из области человеческой этики и морали. Агрессия медведей, как и всех хищников, это скорее вопрос биохимии. Приказ к агрессии дает гормональный выброс, спусковым крючком которого может стать любой пустяк, который нам людям не совсем понятен. Например, характерное движение или запах жертвы, ее размеры, скорость передвижения, сезон года и множество других факторов. Большого взрослого медведя, имеющего свой индивидуальный участок, уважительно называют хозяем. Ученые называют таких медведей резидентами. Медведь может получить свой индивидуальный участок на пятом, шестом или седьмом году жизни. До этого молодые медведи, после того, как в двухлетнем возрасте медведица их прогоняет, какое-то время у них ждет довольно суровая, нелегкая школа жизни. Когда у них нет своего участка, они вынуждены постоянно перемещаться, мигрировать, выискивать свободные от других медведей участки. Как правило, они наименее богатые пищей. До тех пор, пока такой медведь наберет силу для того, чтобы защищать свой участок от конкурентов. Пока мы наблюдаем за медведями, кто-то наблюдает за нами. Это пищухи. Их называют сеноставками, потому что они заготавливают на зиму настоящие стажки сена. Если в тайге просидеть неподвижно пару часов, возможно, с вами захотят познакомиться некоторые ее обитатели. Несмотря на крохотные размеры бурндука, его энергии можно позавидовать. Рябчик – самая маленькая из тетеревиных птиц, но очень красивая. Кроме того, она считается самой вкусной. В этих местах на рябчиков охотятся редко, поэтому они доверчивы и даже любопытны. Пора подумать об обеде. Мы в экспедициях обычно используем газовые горелки, но Виктор предпочитает старый проверенный костер. Если использовать сухие дрова, то запах дыма не сильно пугает животных. В горах погода меняется быстро. Только что светило солнце, и вдруг небо затянули черные тучи. Начался дождь, а следом за ним повалил густой снег. Не, ну я вообще ожидал, что здесь снега и небали. Но такого дождя и снега вокруг нет. Это я не ожидал. Спускается туман. Видимость снижается до нуля. Пора ставить палатку. Людям, увлеченным дикой природой, есть о чем поговорить вечером у костра. Я докторант первого курса Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Тема моей диссертации «Особенности экологии бурого медведя в Казахстане». Пишу я диссертацию под руководством доктора биологических наук профессора Ященко и зарубежного консультанта, крупного эколога и охотоведа Данилова Петра Ивановича, специалиста из Карелии, Карельского института биологии при РАН. Евгений и Виктор могут рассказать Санжару много захватывающих историй из своего многолетнего опыта, а Санжар может поделиться с ними научными сведениями о медведях. В магистратуре мне в руки попалась монография Валентина Сергеевича Пажетного «Бурый медведь». Я очень сильно увлекся его работой и сейчас на практике могу применить все то, о чем я прочел в этой книге и безумно рад той возможности, что сейчас на Черной Убе реализую все полученные теоретические знания. Утром погода налаживается. Первые же лучи солнца превращают выпавший за ночь снег в бурные потоки. Ручьи вздулись и вышли из берегов. К полудню ландшафт неузнаваемо меняется. Вчера тайга напоминала зачарованный зимний лес, а сегодня жужжат шмели и дружно расцвели цветы. Чтобы заварить лекарственный чай, мы сейчас попытаемся найти растение бадана. Бадан – лекарственное растение. Здесь его называют чагир. Он помогает, оно помогает от почек. Ну, а кроме того, довольно приятный ароматный чай получается из бадана. Каждый встреченный след нужно измерить, определить пол и возраст медведя. Ширина пальмарной мозоли 14 см, длина 7 см. Взрослый медведь, похожий семец. Сейчас будем собирать шерсть этого медведя для генетических исследований. На стволе следы когтей. Это, похоже, метка хозяина. Ну, огромный, слушайте. А вдруг он где-нибудь рядом? Ну, вообще, не исключено. Здесь проходит тропа медвежья. Здесь его метки маркировочные. Так что, думаю, здесь будем ставить фотоловушку. Иногда медведи срывают и разгрызают регистраторы. Поэтому Санжар прячет их в прочные металлические боксы. Таким образом медведи маркируют свои участки. И если какой-нибудь другой медведь придет сюда и увидит, насколько Турук Макто высоко задрал свои когти, он испугается и убежит отсюда. К вечеру погода снова портится. Сегодня опять дождь. Мы поднялись до верхней границы леса. И сейчас спускаемся вниз. Вот такие каменистые россыпи называются курумниками. Идти по ним очень тяжело, потому что камни все шатаются. Возможно, здешние места сохранили свою красоту, поскольку добраться сюда – задача не из легких. Через вот этот перевал медведи мигрируют сюда из Горного Алтая, возможно, из Хакасской тайги, и даже из Республики Тыва. Отсюда в каких-то 300 или 500 километрах находится то знаменитое место, где жили Лыковы. В конце 80-х, 90-х годах описанный Василием Песковым практически весь Союз знал эту семью, которая ушла во время революции в глухую Хакасскую тайгу и сумели прожить в абсолютно оторванном от цивилизации мире почти 50 лет. Встреча с медведем, как всегда, происходит неожиданно. Медведь лежит в 200 метрах прямо напротив меня. Выезжая в экспедицию, мы сомневались, что нам удастся встретить Турука Мокту. Мы и сейчас не уверены, что это был именно он, но это не важно. Мы смогли своими глазами увидеть с десяток медведей в дикой природе. Уже одно это наполняет нас безотчетным чувством радости. Какая благодать! После нескольких дней дождей и туманов, наконец-то солнышко, тепло, можно просушить все свои вещи. И сейчас мы отправимся на вершину, на перевал, вернее, и перейдем в соседний ущелье. Весенняя миграция копытных, моралов, косуль, лосей продолжается около трех недель. Как только позволяет снеговая обстановка на перевалах, копытные переваливают перевалы, основные его разделы, и распределяются равномерно по своим летним биотопам. Мы окунулись в жизнь полевых исследователей всего лишь на несколько дней, но кажется, что прошла целая вечность. Мы получили столько впечатлений, как будто побывали на другой планете. Санжар продолжит изучать медведей, а нам пора возвращаться в цивилизацию. Но следующей весной мы уже договорились, что приедем пораньше и попытаемся снять массовую миграцию копытных. Говорят, это незабываемое зрелище. Редактор субтитров А.Семкин